Как себя чувствует татарин в такой странной компании? Ну, во-первых, я бы хотел... Русскими? Я бы хотел сделать замечание, даже вот тут, да, желая, как бы, найти такой консенсус, который бы примирил российские народы между собой, даже звучат, что вот диаспора должна нести ответственность за преступления их представителя. А интересно, за битцевского маньяка русская диаспора должна нести... Хороший вопрос. Нести ответственность. Или за убийство, которое совершил Чикакило в своё время. Русские несут ответственность? Или христиане, как таковые? Поэтому, я думаю, что для того, чтобы добиться, скажем, дружбы, может быть, это уже бранное слово считается, да, между народами, я думаю, просто нужно соблюдать Конституцию Российской Федерации. Преступников нужно... Преступников нужно называть преступниками, а не говорить, там, чеченские преступники. Или дагестанские преступники, кавказцы, там. Потому что буквально вот вчера на Эхо Москвы, нет, на русской службе новостей, которая давно, естественно, и не русская, по большому-то счёту мы знаем. А, какая? Ну, известно. Вы только что призвали к дружбе народов и Конституции. Конституции. Да, да, вот они, вчера была простая передача, там, четверо цыган, там, сделали то-то, 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 то-то. Я никогда не слышал, чтобы там украинец зарезал там кого-то, или украинец, или русский изнасиловал того-то. Никогда не называется нация. А когда татарин, там, кавказец, чеченец, и что кто бы ни сделал... Татар не называют. Ну, не надо пытаться татар отделить от общей мусульманской массы. У вас это не получится. У меня? У вас лично. Хорошо. Да, потому что вы каждый раз говорите татар, мы татару, они отдельно стоят. Татары отдельно не стоят. Татары тоже такая же нация, как и дагестанцы, как чеченцы, как инжуши, как якуты и буряты. Не понял. Не понял. То есть татары, это такая же нация, как чеченцы? Это нечто новое в истории? Отдельная нация, отдельный народ. Да. Вот. То есть вы, получается, со мной согласны? Во-вторых, во-вторых, если, допустим... Или есть единая мусульманская нация? Нет, есть народы мусульманского вероисповедания, в том числе и русские есть мусульманского вероисповедания. И евреи есть тоже. Конечно. Вы, конечно, к этому не относитесь. Я к этому не отношусь точно. И когда говорят «Россия для русских», то получается, что имеет право существовать воздух «Татарстан для татар». Якутия для якутов, Бурятия для бурят. Вы читали Конституцию Татарстана? Там не написано, что Татарстан для татар. И в Татарстане, кстати, в Татарстане... И в Якутии тоже. Хотя там тоже национальная самоидентичность на достаточно высоком уровне. Но народ этот... То есть нет башкирского национализма. Эти народы... Нет татарского национализма. А вы видите, что башкирский марш... Не убивают сейчас, к сожалению, большое количество выдающихся религиозных деятелей. Ну, убивают и русских. Русского убивают, украинских русского убивают. Нет, нет, я говорю сейчас именно религиозных деятелей. Вы знаете, что после русского марша, после русского марша, не после русского, вот Бирюлёва были события, три трупа были обнаружены. Вот это результат трагедии Шербакова, которая потянула за собой уже вот эту вакханалию, которая называется там выступление, народный сход, да? И этот народный сход, его член, его там, я не знаю, организатор... Я думаю, что это вакханалия абсолютно некорректно. Я потерялся, вот после ваших слов, я хочу понять, я не мусульманин, я не родился в Татарстане, у нас с вами... Мало того, вы ещё и еврей. Да, мало того, ещё и еврей, да половину еврей, да половину немец, да... Это вообще известно, вы можете не признаваться. Признаваться, это хорошее слово, признаваться, да? То есть это то, что надо скрывать? Да. Нет, не надо скрывать. Я, например, предпочитаю слово «хвастаться». Настоящая дружба народов. Любим всех евреев не очень. Так вот, как мой вопрос. Вот лично между вами и мной, что общего? Всё общее. У нас общая страна, у нас общий язык, на котором мы сейчас разговариваем. У нас общая, в общем-то, культура. В отличие, конечно, национальная особенность некий есть. У нас общее мышление, я думаю, общая забота об общем государстве. Вот вы сейчас и сформулировали другими словами тезис Проханова, который я озвучил вначале. Вот это и есть идентификация. Общая страна, общая культура, общий язык. Да. Наши отцы, наши деды, наши прадеды, да? Как и чеченские, как и дагестанские, как и другие народы, Первую мировую войну воевали, революцию вместе совершали, потом отечественную войну воевали. Потом разбивали эту, советский власть разгоняли уже в 90-е годы. Прочи, пожалуйста, когда вы говорите, извините, когда вы говорите о дагестанском народе, там очень много разных народов внутри. Ну, вы, я думаю, знаете, об этом не надо, тут грамотно. Нет, просто вы когда так объединяете, все-таки одно дело, когда вы говорите о войнах. Это самый территориальный принцип, о котором я сказал. Да, совершенно верно. То есть вы говорите о территориальности. Но я беру вашу терминологию, когда... Мою нет. Моя, извините. Когда совершается преступление. Что вы нашу брату татарину заклевали? Вот, не говорите. Единственное, что может спасти татарина, это реклама о телеканале России, после которой мы вернемся к этой войне.